Привет! С вами я, Юлия Дурмас, и вторая серия инструкций для чайников. Сейчас мы с вами на определенном примере разберем... На определенном примере квартиры разберем, сколько нам нужно платить по переоформлению документов. Итак, у нас квартира стоит по экспертной стоимости 97 тысяч лир. Это я буквально две недели назад переоформляли мы квартиру, сделку. Нам эксперт оценил ее в 97 тысяч лир. Заплатили мы за переоформление 6 тысяч лир. Сюда полторы тысячи, это эксперт. 250 лир, это перевод паспорта. Потом обязательно переводчик присутствует на переоформлении документов, потому что вы иностранец. Услуги переводчика стоят 100 долларов. Плюс налог, пеняка дастрового управления, и у нас получилось 6 тысяч лир. В эту сумму не входит переоформление счетчиков на воду и на электричество. Прежде чем переоформить счетчики, вам нужно обязательно взять страховку ДАСК. Ее выдает любая страховая компания, это страховка от землетрясения. Если у вас в наличии не будет этой страховки, вам просто не переоформят счетчики. Мы заплатили за эту страховку 60 лир. Подключение счетчика на электричество у нас, с нас взяли 200 лир. Сюда входит и депозит за подключение. Только вот я все равно, я не пойму, как они считают. Например, видно от... Сколько дому лет, потому что эту квартиру, дом 2015 года, то есть 4 года, с нас взяли 200 лир. Некоторые подключаю, переоформляем счетчики на электричество в некоторых домах, которым по 15 лет, там всего 80 лир. С нас требуют 150 лир. В общем, я вот это вот не пойму, все равно не пойму, как они там высчитают. В общем, за подключение счетчика на электричество от 50 до 200 лир. Вот мы заплатили 200 лир за подключение, потом, если собственник будет продавать эту квартиру, 200 лир ему возвратят. И подключили счетчик на воду, мы заплатили 50 лир. Всего у нас получилось 6310 лир. Это если по сегодняшнему курсу получается 1020 евро. Это полностью расход у нас на одного собственника. Если у вас в ТАФУ будет заявлено несколько собственников, то эта сумма, соответственно, увеличится, потому что паспорта, загранпаспорта нужно переводить всех собственников. И еще хочу немножко так, не по теме, но по теме счетчиков. Если вы здесь не собираетесь постоянно жить, то я, конечно, рекомендую вам открыть счет в банке и сделать автоматическую оплату счетчиков на воду и на электричество. Потому что, сейчас вам объясню почему. На воду, если там сумма до 100 лир, вам не отключают счетчик. Но на счетчик по электричеству очень, здесь очень, так скажем, сильно взялись за эту тему. Если вы в течение двух дней, у вас оплата, например, 3 августа, если вы в течение двух дней, максимум можно 4 или 5 оплатить. Если вы не оплатили, все, приходят, отрезают вам счетчик и ставят пломбу. Вы приезжаете, вы идете в электронадзор, платите штраф и опять подключаете этот счетчик. Так как вы иностранец, не знаете, как объяснить, это будет проблематично. Мой вам совет, подключайте, автоматическую оплату делайте. Задавайте вопросы в комментариях, какие темы вы еще хотите узнать, услышать, будем обсуждать. Надеюсь, моя информация была вам полезной. Всем пока!